Микс Ньюс Радио Болтком. Программа Абонент доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Абонент доступен. В студии работает Анна Смирнова. Здравствуйте. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня с нами на удаленной связи по скайпу российский политик, кандидат на пост президента России на выборах 2018 года от партии КПРФ, глава совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Павел Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Голова совхоза, это несколько другое. Я директор совхоза. Хотя рядом есть сельское поселение совхоз имени Ленина, там есть глава, но она женщина, Елена Ивановна Добренкова, а я директор совхоза имени Ленина. Это такое важное уточнение, но вы еще и кандидат в президенты России, вы набрали на выборах 11,8% голосов. Вот довольны результатом, который получили, когда эти выборы прошли? Я вас уверяю, что я набрал гораздо больше. Но издревле в России есть такая поговорка, неважно, как вы проголосуете, главное, как они посчитают. И поэтому, мне кажется, они посчитали не совсем так, как есть на самом деле. Но неважно. Что такое, доволен или недоволен? Это результат. Это как дождь пошел, доволен или недоволен. Но с этим надо как-то жить, и все. Вот вы сказали о том, что, скорее всего, проголосовало больше людей. У вас какие прогнозы? Сколько за вас могли проголосовать? Я думаю, что минимум вдвое больше. По некоторым регионам гораздо больше. Потому что я вот только что прилетел из Хакасии сегодня, а до этого был в Якутии. И вы знаете, у меня такое впечатление, что там, скажем так, по моим оценкам, в два-три раза больше, чем показывают. Да, Павел Николаевич, ну... Ну и важно, что-то делать. Скоро у неубитого медведя делится что-то бесполезно после того, как все это произошло. Ну вы вот не раз называли выборы в России 2018 года грязными и нечестными. То есть нечестных, я понимаю, вы считаете победу нынешнего президента на выборах. И если вот отбросить этот предсказуемый и нечестный для большинства результат победы Путина, можно сказать, что вы победили на этих выборах? Ну нет, конечно, вы поймите. Я называл выборы нечестными, и не только я, потому что неравные возможности были у кандидатов. Надо обеспечить, по крайней мере, равный доступ к средствам массовой информации, чего не было. Ну вы знаете, да? Это равные условия для кандидатов. Потом я считаю, что власть должна как минимум занимать нейтралитет. Ну назвать нейтралитетом то, что делали губернаторы, то, что делали главы местного самоуправления, как работали избирательные комиссии, инцентральные избирательные комиссии. Ну я честно скажу, что это честными выборами. Вот из-за действия этих организаций и там должностных лиц назвать просто нельзя. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, присоединяйтесь, задавайте вопросы нашему сегодняшнему гостю. Ну вот вы также говорили, что большие разочарования у вас были связаны с тем, что после выборов происходило в России повышение цен на бензин, пенсионная реформа и так далее. Вот у нас в Латвии, например, в частности в Риге, была практически стопроцентная явка избирателей российских граждан, живущих в Латвии. Ну в основном это, конечно, были люди пожилого возраста. И вот как вы считаете, если бы российские пенсионеры знали о грядущей реформе, еще тогда, в марте, во время выборов, голосов, отданных партии КПРФ, было бы больше? Намного. Потом, вы же понимаете, что это не совсем честно по отношению к избирателям. Всю избирательную историю промолчать, ничего не говорить, а потом сказать, знаете, я тут решил, и это было заготовлено заранее, это было видно. Именно поэтому возражение, то, что сейчас происходит, когда след за главой государства, за президентом, губернаторы тоже не ходят, или мэры не выходят на дебаты, не рассказывают о своей программе. Потом от них можно ждать чего угодно. Поэтому и коммунисты, и я считаем, что нужно обязательно, чтобы все кандидаты участвовали в дебатах, чтобы у них у всех были программы, чтобы не получилось вот как сейчас. Но, кстати, большим разочарованием я называл, вообще-то, назначение премьер-министром Медведева, потому что мы надеялись, что, неважно, там, как посчитали, главное другое. Я президенту нашему нынешнему 19 марта сказал, что я проехал 20 регионов, там везде очень большой запрос на перемены. И перемены именно социалистического характера. Но то, что произошло потом, назначение вот этого Кабинета министров, а потом вот эти вот действия экономического блока правительства и самого правительства, несение вот этих вот людоедских законов, это только об одном, нас не услышали и людей, главное, не услышали. Вот что огорчает. У нас есть звонок, примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Владислав, меня зовут. Да, ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, Павел, здравствуйте, ведущий. У меня есть три утверждения, я бы хотел узнать, правильные они или неправильные. Слушаю вас. Скажите, пожалуйста, вот такое утверждение есть. В России упразднили судебную систему. И по всем политическим делам судей выносят решения не руководствуясь законами страны, а транслируя указы, спускаемые сверху. И вы это утверждение хотите, чтобы я его опроверг или согласился? Что вы хотите от этого? Я хочу узнать ваше мнение. Вы согласны или не согласны с этим утверждением? Я частично с ним согласен. И я, когда мы предлагали свою программу «20 шагов», говорил о том, что судебная система должна претерпеть изменения, в том числе и назначение судей, и их ответственность за принятые неправосудные решения. И у нас целая программа реформирования этой судебной системы. Поэтому, конечно, я, да и большинство граждан России... Кстати, президент Российской Федерации тоже говорил, что у нас суд не с правой, не с корой, не справедливый. И лучше он, после того, как он сказал, лучше он не стал. Поэтому, конечно, реформирование судебной системы нужно обязательно. Но, еще раз, это не только политических дел касается. Я же по должности предприниматель, бизнесмен, я вам могу сказать, что все бизнесмены без исключения не верят в справедливую судебную систему. Особенно, когда они судятся либо с административными органами, либо, не дай бог, с налоговой инспекцией. Поэтому нам, конечно, нужно сделать судебную систему, а, независимой, б, более, скажем так, справедливой. Да, пожалуйста, следующая ваша реплика. Следующее утверждение. Вот вы говорите, Владимир Владимирович утверждает, что судебная система у нас в стране несправедливая. И, соответственно, второе утверждение. Путин, Владимир Владимирович, узурпировал власть, нарушив конституцию страны. А именно тот пункт, где говорится, что два срока полномочий подряд составляют конституционный предел. Не совсем понял вопроса, но понял. Опять же, отошлю вас к нашей программе. Там было написано, что нужно изменить 83-ю, по-моему, статью Конституции, и написать не более двух сроков подряд. Да, там было написано. А надо убрать подряд. Просто написать не более двух сроков. Тогда эта правовая коллизия, которая по-разному оценивается юристами, пропадет. И такое предложение было сделано. И коммунисты, и фракция КПРФ вносила эти предложения. Нам нужно просто ограничить власть человека. И каждый из тех, кто заступил на пост, должен знать, что у него срок был 8, а теперь будет 12 лет. Но потом никогда он не будет президентом. Даже если он так еще может это делать. Но такое предложение пока не прошло. Да, Владислав, и ваш третий вопрос или реплика? Да, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что должны были допустить Навального на выборы, и вытекающие из этого вопроса, не считаете ли вы, что вы сыграли роль карманной оппозиции и тем самым сыграли на руку Владимиру Владимировичу Путину и правящей Единой России? Я вообще должен здесь обидеться, но обижаться не буду. Вот это вот расхожее мнение, что моя кандидатура была согласована, честно. Но если бы она хоть как-то была согласована, я думаю, вряд ли такое количество грязи было вылито на меня, и такие грязные технологии бы применялись. Другое дело, что, понимаете, я не могу за всех говорить. Я точно знаю, что любого гражданина, который не нарушил закон, нужно было допускать до выборов. Но если вы посчитаете наш избирательный закон, то он весь состоит из возможностей любого снять. И я считаю, что вот если бы Янгер, как Навальный, пошел по подписям, меня бы тоже никто не зарегистрировал. И огромное количество, там больше 70 было человек, которые хотели, но на самом деле потом поняли, что фактически собрать подписи правильно, сделать так, чтобы тебя цикл не снял, практически невозможно. Что касается Навального, слушайте, а он ничем не отличается от любого другого гражданина. Другое дело, что власть почему-то его испугалась. Ну, почему, не знаю. Мы тоже говорим, что у нас, то есть, ну, скрываем факты коррупции, я имею в виду и моих товарищей, и КПРФ, и национальные политические силы, которые я представлял. Ну, просто кто-то его очень сильно раскрутил. А у вас нет, мне задается вопросом, а кто же его так раскручивает? У вас есть предположения, кстати? Я задал вопрос. У меня есть предположения, я бы не хотел с вами делиться, но я вижу другое, что на самом деле власть использует, скажем так, некоторых оппозиционеров в качестве такого пугала. Вот, знаете, у нас был один чиновник, который сказал, слушайте, а что эта оппозиция может себе, что предложить может? Вот мы, какие-то партии дела, имеем в виду Юженную Россию, мы можем предложить что-то, а вот оппозиция ничего не может предложить. И тут вышел человек, я от КПРФ, который сказал, а вот видите, мы тут построили территорию социального оптимизма, вот так должно быть везде, мы же ничем не отличаемся от других. Вот это очень сильно напугало власть, потому что все оппозиционеры, при всем уважении и Навальный тоже, они фактически не могут, ну, скажем так, похвастаться или показать реальные дела. А вот у нас, у моего коллектива, у меня, реальных дел более чем достаточно. Причем, еще раз, мы не находимся в каких-то особых условиях, там никто не дает бюджетных денег, нам никто не делает никаких преференций, мы все время живем в борьбе. Так вот, Навальный, наверное, отличается от меня тем, что он говорит, а мы делаем. Да, у нас есть еще звонок, радиослушатель на линии, слушаем вас, здравствуйте. Ну, да, да. Алло, здравствуйте, а там вопросы можно задавать, да? Да. Так, как вас зовут и задавайте вопросы, представьтесь, пожалуйста. А, Анатолий меня зовут. Пожалуйста, Анатолий, задавайте вопросы. Анатолий, мы вас слушаем. Да, добрый день. У Анатолия большая семья. У меня тут несколько вопросов. Мы вас слушаем. Да, первый вопрос такой. Должен ли каждый член коммунистической партии верить в то, что он произошел от обезьяны, то есть верить в дарвинизм? Или есть среди коммунистов и те, кто верит в происхождение от Бога? И в какое происхождение человека верит сам господин Грудинин? Вот первый вопрос. Давайте на него наш спикер ответит, и потом вернемся ко второму вопросу. Ага, спасибо. Анатолий, я не знаю, что думают коммунисты, я беспартийный. Но у каждого коммуниста, наверное, свое мнение по этому поводу. Что касается меня, то я учился в советской школе, и мне преподавали то, что человек произошел от обезьяны. Анатолий, ваш второй вопрос. Да. Второй вопрос. Когда захоронят Владимира Ильича Ленина, или что для этого должно произойти в России? Спасибо вам. Ну, вот этот вопрос, который уже давно обсуждается. Вот как вы, кстати, относитесь? Я отношусь к тому, что я не вижу тут никакой проблемы. Но, значит, как это, ни вы положили, ни вам и забирать. А на самом деле никаких противоречий к каким-то христианским обычаям или еще к чему-то, я не вижу никаких. Я считаю, что это общество должно решить. На мой взгляд, общество сейчас вообще не готово к этому вопросу. И вот есть разные люди, которые пытаются отвлечь вообще общество отношением к Ленину, отношением к Сталину, вообще отношением к истории. Вместо того, чтобы заниматься обыденными делами, животрепещущими. Как вывести страну из кризиса, что нужно сделать для того, чтобы мы жили лучше. Мы, то есть даже власть, с помощью в том числе такой определенной части оппозиции, пытается отвлечь всех. И я всем говорил, слушайте, давайте успокойтесь, это наша история. Давайте не будем ее переписывать все время. Помните, да, Россия страна с непредсказуемым прошлым. И не трогайте вы могилы, памятники. Это просто, по меньшей мере, странно. А вот заниматься, это развитием страны. Это с планами на будущее, с обыдением будущих проблем. Или там нынешних проблем, и что делать в будущем. Павел Николаевич, ну вот в книге Томаса Мора «Утопия» классически представлены идеи коммунизма, такого примитивного коммунизма. Книга написана в 16 веке. И в ней священнослужителям оказывают большой почет. Они даже там обладают силой останавливать войны. Вот Ленин цитировал Маркса, говорил, что религия – это опиум для народа. Какое место в вере отведено в современном коммунизме? Еще раз, я не политолог, я директор совхоза. Могу вам сказать, что... Ну, вы представитель партии коммунистической, поэтому я стараюсь. Еще раз, я беспартийный. Послушайте внимательно. Меня выдвинула не только коммунистическая партия Российской Федерации, но и национально-патриотические силы. Но у каждого человека, в том числе и в КПРФ, есть свое отношение к церкви. Вот мы в совхозе Ленина построили храм. Я в этом ничего плохого не вижу. Потому что людям, которые у нас живут, было необходимо, вот, скажем так, в том числе и место, где бы они молились. Это личное дело каждого. И, кстати, никак это не противоречит. Вы знаете, что в 43-м году государство и церковь примирились. И если вы послушаете, что говорил патриарх на смерть Сталина, например, то вы удивитесь, как патриарх в Сея Руси отзывался о лидере тогдашнего Советского Союза. Поэтому не надо все время вбивать в плин и противоречия какие-то. Вы читали этого Томаса Мора, да? Да, я читала. У нас всегда кто-то пытается что-то перефразировать. Фразу, да? И после этого в этом что-то... Надо читать все. В том числе и Ленин. Ничего плохого про саму церковь, то есть про учение Христа не говорит. Да, есть... Вот и сейчас я вам могу сказать, что я категорически против того, что делаю сейчас в Русской Православной Церкви. Особенно как ведут себя иерархи церкви, они вообще все монахи. И вот это их желание, то есть тяга к роскоши, вот это вот... То, что они так далеки от народа, меня это раздражает. Я об этом говорю. Но это не значит, что я не верю в Бога. Давайте будем делить отношения к иерархам, например, или там к каким-то священнослужителям, которые иногда ведут себя неподобающим образом, и отношения к Богу, к церкви. Поэтому тут много... Тут сразу за одну передачу вам все не расскажешь. Ну, Павел Николаевич, а может ли Россия под руководством Коммунистической партии добиться прекращения деления общества на социальные слои? То есть неравенство может исчезнуть социальное? Сколько вам лет? Сколько мне лет? Да. 23 года. Ну, тогда вы просто не знаете, что в Советском Союзе не было никаких сословий. Там была единая общность – советский народ. И коммунисты этого добились. И никто у нас не делил, как сейчас. И, кстати, вот сейчас мы достигли абсолютно противоположного учению коммунизма или там социализма ситуации, когда опять появились классы. Класс чиновников, класс олигархов и огромный класс бедных, рабочих и крестьян, которые на самом деле не могут выбраться из бедноты уже второй десятилетия. И поэтому в Советском Союзе не было никакого сословия. Не было сословий. Ну, да, там была прослойка интеллигентов, но они жили примерно так же, как и рабочие. И поэтому партнер-минатура, наличие у тебя отца, допустим, в секретаре обкома, ничего тебе не гарантировало. Но были ведь и специальные магазины для партийной элиты, и партийной номенклатуры и так далее и тому подобное все-таки. Слушай, я вам больше скажу. Эти специальные магазины были не только для парт-элиты, но еще и для работников совхозов и колхозов. Если бы вы поехали, например, куда-нибудь в глубинку, вы не нашли бы там колбасы, но зато нашли бы такие товары, которых не было в городе. Я имею в виду за книгами, за шилпотребом. Мы иногда ездили в райпотребсоюз. Да, там были разные. То есть, система должна быть, была реформирована. Это я уже говорил. И китайские коммунисты ее реформировали несколько по-другому. Но вот чего точно не было, того, что чиновник мог себе позволить какой-нибудь там Лексус или какого-нибудь чиновника находили в сейфе миллиард, а рабочие не мог себе ничего позволить. Вот они могли позволить себе примерно одно и то же. Ну, а Галина Брежнева и вся эта история с бриллиантами и так далее и тому подобное, понятно, что это отдельный случай, но тем не менее. В каждой системе бывают просчеты. Я, кстати, тут встречал немецких парламентариев. Они мне говорят, что у вас тут коррупция. Я говорю, слушайте, ну у вас же тоже стадион в Мюнхене был построен таким своеобразным образом. Потом человека взяли за взятку в 2 миллиарда евро. Это может быть в любом обществе, но тогда это не носило такой массовый характер, безобразный. Тогда я и с этим боролю. И тогда система, в том числе и партийного контроля, была такой, что секретарь обкома не мог после того, как он вышел на пенсию, уехать куда-нибудь в Ниццу и жить в своем поместье. То есть это было невозможно в принципе. Поэтому давайте так. Там система контроля была гораздо лучше, чем сейчас. Но и главное другое. Мы все время спорим. Назовите мне партийного лидера, который после того, как... или там его друзей, которые обогатились, потому что их друг, детство или юность, или соратник по кооперативу, все его друзья стали миллиардерами. У нас такое могло быть вообще. Но все-таки, Павел Николаевич, есть разделение в России на бедных и богатых? Я не утверждала, что... В Советском Союзе это было. Сейчас это есть, да? Да, сейчас есть. Но если, как вы говорите, там будет такое счастье, и коммунисты или социалисты придут к власти, это прекратится. Это я вам гарантирую. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору. Павел Грудинин у нас на прямой телефонной связи. Ну, а вообще коммунистическая идеология, она предполагает отсутствие капитала у коммуниста? Вот на ваш взгляд, опять же. Понимаете, вы коммунистической идеологии относитесь к чему-то застывшему. Представьте себе, даже во времена Владимировича Ленина, коммунисты и тогда, или там большевики, и тогда относились к капиталу не как к запрету. Вы слышали что-нибудь, что в истории России была новая экономическая политика? НОНЭП, да, в начале 20-х. Да, и это было при коммунистах, ну, при большевиках. И для вас, например, будет новостью, что 40% ширпотреба, которые производила Россия, ну, Советский Союз, было сделано на кооперативных предприятиях в Советском Союзе. 40%. И были кооперативы, а был такой огромный райпотребсоюз, или потребкооперация, которая вообще не принадлежала государству. Она работала по другим принципам. А вы что-нибудь про колхозы слышали? Колхозы – это коллективная форма собственности, не государственная. И колхозы жили по другим законам, но я не имею в виду не по законам, что все средства производства находятся в государственной собственности. Они находились в средствах производства, я имею в виду, в колхозах в частной собственности, ну, в боевой. Поэтому мифы, которые вам внушили вот эти псевдолибералы на протяжении 30 лет, они вообще мифы. Другое дело, что и Советский Союз, я имею в виду, то есть Россия, значит, должна была пойти, опять же, по китайскому пути развития, где все крупные там стратегические отрасли должны были остаться за государством. А все должно быть реформировано, то есть средний и мелкий бизнес, а также бизнес, который связан с торговлей, с обслуживанием населения, он должен быть частным. И сейчас коммунисты к этому относятся тоже положительно. Это идея, которая в том числе, вот, китайская коммуническая партия себя в стране внедрила, и в результате видите, где Китай и где мы. Сейчас мы прервемся буквально на несколько минут, а потом вернемся и продолжим наш разговор. Павел Грудинин у нас на прямой связи по скайпу. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Добрый день. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. А сегодня на вопросы наших слушателей, в том числе наших слушателей, согласился ответить кандидат президента России Павел Грудинин. Еще раз здравствуйте. Привет. У нас есть звонок, да? С него и начнем. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Хотелось бы вашему гостю задать такой вопрос. Ленину и большевикам, ну, его ремарки о том, что если коммунисты или социалисты пролезут в власти, то классы, разделение на классы будет убрано или уничтожено. Большевикам и Ленину понадобилось 25 лет, чтобы уничтожить, так скажем, исключить класс буржуазии из жизни страны. Моисеев надо было 40 лет, чтобы сменилось два поколения. Идеология рабов в голове людей, то есть речь о чем? Что просто так ни арабское мышление, ни буржуазное мышление из головы не выходит. Сейчас в России, в отличие от большевистского перегорода в 17-м году, классом буржуазии является часть бюрократический аппарат, часть силовики. То есть что творят в ССБ с бизнесом, офицеры, он знает прекрасно. И я знаю, потому что у меня масса студий в России. Ваш вопрос, пожалуйста. Да, вопрос в том, что если он предлагает, вернее прогнозирует, что будет уничтожено разделение на классы, то это фактически призыв к гражданской войне. То есть население, которое является сейчас классом неимущим, должно избавиться от имущего класса в лице госчиновников и силовиков. Как он себе это представляет? Да, спасибо. Спасибо вам, да. Ну, это смешно. Давайте так. Вот я, например, когда вижу фотографии датского премьера, который едет на велосипеде на работу, или, например, какой-то миллиардер из Швеции, который стыдится летать первым классом, ну, бизнес-классом летал, сейчас он уже, к сожалению, мертв, экономом, то у меня, например, есть понимание, что у общества есть такой, как бы это сказать, запрос на справедливость. Мы же недавно жили в бесклассовом обществе, и это было правда. Конечно, были зарабатывающие хорошо люди, и я сам работал в совхозе, и работаю в совхозе, в котором мы всегда хорошо зарабатывали, гораздо лучше, чем чиновники, банкиры, ну, скажем так, и все остальные. Это очень легко сделать. Потом, понимаете, как у нас еще класс, так называемый буржуазией, а я бы назвал это олигархата, он просто не сформировался. Ну, его просто нет. Чиновники вообще живут так, сейчас только по одной простой причине, у нас основой государства стала коррупция. Если вы уберете эту коррупцию, то чиновники будут, ну, скажем так, жить примерно так же, как бюджетники. Вы знаете, например, что во Франции работники бюджетной сферы, ну, учителя, например, они тоже госслужащие, например. И это легко сделать, приняв определенные пакеты законов, которые мы уже, в принципе, подготовили. Но никакой революции не будет. У нас же революция не произошла, когда мы из, скажем так, общества, где нет сословий, за 25 лет превратились, за 30 лет превратились в сословное общество, где есть класс, так называемых, чиновников, класс олигархов, и есть класс, который обслуживает их. Поэтому это легко изменить, никакой революции не будет, если власть, чтобы вот наш собеседник знал, у нас всегда в реформе в России начинались не снизу, а сверху. А если снизу, то это как раз бунт, ну, и революция. Мы же не предлагаем революцию или бунт, мы предлагаем назад в будущее, в социализме. Еще раз напомню, телефоны прямого эфира 672 12 93 9 и 672 13 93 9 звоните нам. Павел Николаевич, вот говоря о Капитале, изначально вы уверяли, что у вас и не у вашей, не у членов вашей семьи нет особняков за рубежом. Позже выяснилось, что у вашего сына есть особняк в Латвии, купленный более чем за 200 тысяч евро, там, кажется, было написано. Анна, а вы-то сами где живете? Вот, а почему вы этот факт скрыли от избирателей? Я живу здесь, в Латвии. Я ничего не скрывал. Вы, если узнаете наше законодательство, то я должен сообщить только о том, что есть у меня и у моих несовершеннолетних детей. Но то, что мой сын женился на девушке, которая родилась в Латвии, имеет латвийское гражданство, я об этом просто не сообщал, потому что о какой смысл? Я могу рассказать еще о своих родителях, еще о ком-то, но какой в этом смысл? И поэтому ничего я не скрывал. Но то, что заработано моим сыном, его женой, и то, что мои три внука живут у вас, это, в общем-то, ну, я им говорю, Влад, это хорошо. Ничего там плохого я не вижу. Кстати, он живет в Мароке, значит, и там таких домов, ну, не самый фешенабельный дом, если честно вам скажу. Ну, в принципе, я считаю, что это его личное дело, где иметь собственность, это его проблема. Ну, вот сейчас много говорят об отношениях России и стран Запада, ну, Запад понятие условное, потому что включает в себя много разных, совершенно разных по часу стран. Вот как вы считаете, как можете охарактеризовать в данный момент уровень отношений России с Евросоюзом и США, допустим, и какими могут быть развития событий в этом направлении? Вы понимаете, ну, во-первых, я экс-кандидат президента и могу вам только одно сказать. Я высказываю, собственно, личное мнение. Я считаю, что наши отношения с Евросоюзом сейчас далеки от идеальных. Они бы, так сказать, напряженные очень сильно. Я считаю, что их надо улучшать. И это дорога, скажем так, в двух направлениях. То есть, это надо... Я тут был на одной конференции в Германии. Министр, статус-секретарь сказал, что вот политики должны строить мосты. Значит, надо вместе что-то совместно делать, с двух сторон. А мяч сейчас на чьей стороне? Вот это такое популярное обозначение. Вот кто должен сделать этот первый шаг? Вы знаете, мяч сейчас висит в воздухе. Вы же видели, там, австрийский министр иностранных дел пригласил нашего президента на свою свадьбу. Это нормально? Это личное отношение президентов, я так понимаю. Хорошо. То есть, личное отношение. И вот недавно после этого госпожа Меркель три часа гуляла с нашим президентом по парку. Это же нормально. Я думаю, что диалог будет сохраняться всегда. И я считаю, что... Знаете, в споре виноват умнейший. Вот кто умнее, тот и виноват в споре. Вы разберитесь, кто умнее. И тогда вы поймете, кто в этом споре виноват. Павел Николаевич, будете ли вы на следующих выборах выдвигать свою кандидатуру на пост президента? А не, а я доживу до этого. Если вы хотите наслышать Бога, расскажите ему о своих планах. То есть, вы не планируете на будущее? Нет, вы неправильно меня поняли. Я не знаю пока еще. У меня нет ответа на этот вопрос. То есть, как Бог даст? Да наоборот. Вот когда... У нас есть такая пословица. Поживем. Поэтому давайте доживем до момента выдвижения. А там посмотрим. Много вопросов нам поступает по интернету. Вот Анатолий. Еще один Анатолий. Интересуется у вас отношение к сталинским репрессиям и лагерям ГУЛАГ. Как вы можете прокомментировать? Я хочу задать вопрос этому Анатолию. А какое... То есть, как повлияет на его жизнь ситуация, которая 50 лет назад закончила? На самом деле отношение у меня такое. Я прекрасно понимаю, что были допущены так называемые перекосы или там перегибания палки. Но любую историческую фигуру можно рассматривать с разных сторон. И надо выводить как-то общую вот эту вот... Там есть много плюсов, много минусов. Но в общей сумме деятельность Сталина она принесла стране гораздо больше плюсов, чем минусов. А как он смотрит, Анатолий, на то, что, например, китайские коммунисты расстреливают своих коррупционеров? Причем до сих пор расстреливают. И причем это действенная мера, которая позволяет бороться с коррупцией. Я где-то в одной из передач сказал, слушайте, а вы знаете, что в 1937 году, после того, как часть большевиков стала хуже, чем помещики, и присваивать начала свою собственность государственную себе, то Иосиф Вячеславович Сталин не знал ничего другого, как просто наводить порядок путем революционных... Ну, скажем так, суды, кстати, тоже были очень сильно коррумпированы. И вот он боролся таким образом с коррупцией. Это было, это факт. А он знает, что количество предателей в то время тоже было достаточно большим. И с предателями так называемый режим, а на самом деле комическая партия Советского Союза тоже разбиралась своими определенными методами. И поэтому сказать, что все без исключения так называемые репрессированные были бы ангелами, которые ничего, ни в чем не были виноваты, а вот так вот получилось, что их какой-то злой гений взял и уничтожил, нет, такого не было. Но главное другое. Мы все время пытаемся копаться в прошлом. Давайте займемся будущим настоящим. Но вы не согласны с тем, что для того, чтобы в будущем, прошлое, какие-то черные страницы не повторились, прошлое нужно знать, в нем нужно копаться, его нужно анализировать. Вот как вы к этому относитесь? Давайте начнем со времен Петра Первого. Знаете, сколько, что когда Петр Первый начинал деятельность царя, то есть руководителя страны, количество проживающих в стране, а после его кончения оно стало в два раза меньше, количество проживающих. А вот когда Сталин начинал свою деятельность, там был определенный объем жителей России, а потом ежегодно, особенно после войны, на 3 миллиона человек увеличивалось население России. Значит, если такой сумасшедший геноцид был, откуда же такие... А вот сейчас, кстати, при вот нашем нынешнем правлении отрицательный прирост населения. Вы понимаете, что это такое? И поэтому, да, еще раз, Комиссия Партия Советского Союза сделала работу над ошибками. Почитайте материалы 20-го съезда КПСС. И было ясно, что мы против культа личности. Но, как сказал один наш великий писатель, да, был культ, но была и личность. Вот сейчас есть культ, а личности, к сожалению, мы не видим. Вот это проблема. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору, задавайте свои вопросы. Напомню, что на прямой связи с нами сегодня Павел Грудинин, в прошлом кандидат президента России. Напомню, что на выборах в марте 2018 года он набрал по официальным данным 11,8% голосов избирателей. Звоните нам и задавайте вопросы. Ну вот говоря о культе личности, россияне говорят, что если раньше президента России называли Владимир Владимирович, потом Владимир Путин, теперь все чаще можно услышать просто Путин. Вот с чем это связано, на ваш взгляд? Путин стал несменяемым трендом, который готовит для чего-то в дальнейшем, когда он уйдет с поста, это может быть когда-то случится, да, или же нет? Вот как вы думаете, с чем это связано? Анна, я вообще не анализирую, как его называют. Я имею в виду президента. Это каждый, кому как хочется, так и называет. Но это, знаете, как, это довольно странный вопрос. Люди по-разному относятся к любому политическому лидеру. То есть в этом нет никакой подоплеки? Взлеты в рейтинге и падения в рейтинге. Да, сейчас идет определенное падение. Это признают все. Это связано с непопулярными реформами, которые проводятся, в том числе и президентом Российской Федерации. Но это не... Это, знаете, как... От любви на ненависти один шаг. Аня, вы должны, вы молодая девушка, должны это знать. У нас есть звонок. Примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да, здравствуй. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Павел Николаевич, здравствуйте. Как вас зовут, простите? Меня зовут Сергей. Да, слушаю. Сергей Яковлевич. Сергей Яковлевич, привет. Да, сдавайте свой вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, Павел Николаевич. Рад вас слышать. Павел Николаевич, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, Ваше участие в выборах президента никак не навредило совхозу имени Ленина. Как себя чувствует сейчас ваше хозяйство? Да, спасибо вам. Я, конечно, радуюсь по-другому, но я вынужден вас огорчить. Навредило. Навредило достаточно серьезно. Потому что вдруг судебные инстанции стали относиться к совхозу имени Ленина предвзято. Это видно неруженным глазом. У нас появилось огромное количество проверок. Нас там душат и давят. Но благодаря КПРФ Геннадьевичу Юганову, который неоднократно уже даже с трибуны Думы об этом говорил, такой процесс. Вас вроде как не отпускают, так прихватили и держат. И чем ниже у власти рейтинг, тем больше мы видим давление. Я надеюсь, что все это пройдет. Мозгов у них хватит нас не цеплять. Потому что мы всегда были хорошим предприятием. Нам писали письма, что мы самый крупный налогоплательщик Московской области. Мы 23 года выигрывали суды. А теперь почему-то суды по тем же основаниям начинают выносить совершенно другие решения. Но, еще раз, говорить правду и одновременно думать, что тебе за это ничего не будет, по меньшей мере было бы странно. Поэтому мы, когда живем, пока все идет нормально. Но вы живете с своими работниками. Можно сказать, что в одном подъезде, я знаю, что жители совхоза имени Ленина не хотели вас отпускать в президенты. Вот если бы вы выиграли на выборах, продолжили бы жить в совхозе? Потом подъездить со своими работниками. А почему нет? Я считаю, что наоборот, все руководители регионов должны жить не в отдельных местах каких-то, в президенции, а вместе с своим народом. И тогда сразу вопросов не будет. Вот я, например, точно знаю, когда отключили горячую воду. Потому что все мы вместе живем в одном доме, в одном поселке. И поэтому я считаю, что это правильно. И, кстати, Аня, вы все-таки очень юная девушка. Так вот я могу сказать, что директора совхоза, секретари райкомов, они всегда жили в тех местах, где работали. У нас никогда никто не жил. Ну, были, конечно, дачи, но это уже там совсем цлены ЦК и все остальные. Ну, коммуникация, да, понятно, что она на высшем уровне. И надо быть ближе к народу. Поэтому, я вас уверяю, ничего бы не изменилось в моей жизни. Андрей задает вопрос. В Фейсбуке мы его получили. Видите ли вы свое будущее в политике? Планируете ли принимать участие? Ну, мы уже говорили про президентские выборы. Ну, может быть, в выборах местных органов власти, губернаторских и так далее и тому подобное. Владимир, ну, я вообще-то председатель Совета депутатов городского поселения Видное. И работаю депутатом. И поэтому я никуда не денусь и буду дальше участвовать в этих процессах. И участвую в них. Но надо просто знать наше законодательство. У нас, к сожалению, очень все заорганизовано. Некоторые не могли пройти муниципальный фильтр. Потому что, к сожалению, власть полностью контролирует вот эти вот системы, в том числе избирательные. И поэтому, ну, тот, кто пошел, особенно из бизнеса, в так называемые выборы, тот рискует, если он не согласован. Поэтому вот сейчас я, Сергей Яковлевич, и вам тоже отвечал на вопрос. Да, видно, на моем примере хотят показать всем бизнесменам, не высовывайтесь. Может быть и так. Но наше дело право, и победа будет за нами. Поэтому мы будем действовать в соответствии с ситуацией и с собственным пониманием справедливости, которой, я считаю, пока в России нет. Ну, вот Эдуард еще задает вопрос в Фейсбуке. Он пишет, вас нередко называют коммунистом-миллиардером. Как вы вообще относитесь к деньгам и считаете ли вы себя богатым человеком? Я не коммунист и не миллиардер, это точно. Я беспартийный и я очень хорошо зарабатываю. Мои доходы были опубликованы. Я вот недавно встречал моих коллег из Австрии, делегацию австрийских фермеров. Знаете, мы примерно одинаково зарабатываем, если крупная ферма вот такая. А если она занимается еще тем, чем занимается совхоз, а мы же не только занимаемся производством сельхозпродукции, мы еще и строим дома, мы строим склады, сдаем их в аренду. То есть у нас только многопрофильное производство. Хотя, конечно, крупнейшие в России производители земляники, у нас 14 тысяч тонн овощей и картофель. С точки зрения молочного животного строительства. Но я считаю, что у меня достойная зарплата, и я не бедный человек. Но, несмотря на это, я уступаю за прогрессивную шкалу налога, чтобы такие, как я, платили 50% от своего дохода в виде налога подоходного. Потому что нельзя быть богатым в бедной стране. Вот это нас и погубит, что огромное количество бедных и очень маленькое количество, я имею в виду, богатых не таких, как я. Потому что у нас есть миллиардеры. То есть у нас есть госслужащие или там служащие госкорпорации, которые в день зарабатывают столько, сколько я зарабатываю за 6 лет. Поэтому вот этих людей точно не должно быть. Они должны, или они должны 90% от своего дохода в виде налогов платить. Но завхоз имени Ленина можно назвать такой подмосковной утопией? Вы знаете, утопией называют то, что не может быть по определению. А у нас территория социального оптимизма. Мы практически не ушли от социалистических принципов. И поэтому, если бы страна не повернула, или бы мы пришли к руководству, то вся Россия жила так, как мы. А вы приезжайте и посмотрите, вам будет интересно, что такое лучшая, по мнению ЮНЕСКО, школа, построенная за деньги предприятие. Что такое лучшие детские сады, видимо. Вы замок Нотшванстан в Германии видели? Ну, это известный замок. Вы видели, по-моему, все свои любимые. Ну, вы посмотрите, а потом посмотрите на фотографии. Вы же интернетом пользуетесь. Возьмите, зайдите на Инстаграм. Посмотрите фотографии. Наберите хэштег «Совхоз Аминерейн» и посмотрите наши фотографии. Я могу сказать, что у нас тоже не хуже ничем. Поэтому это не утопия. А это просто реально чего могла добиться вся Россия, если не врать и не воровать. Еще один вопрос из интернета. Спрашивают ваше мнение о вашем коллеге, как пишет один из наших пользователей, Александр Германии Стерлиговой. Как вы к нему относитесь? Он тоже известный фермер, наверное, так можно назвать. Ну, давайте так. Герман совершенно не фермер никакой. Значит, у него есть какая-то определенная идеология, с которой я абсолютно не согласен. Но фермер тот, кто производит свою коспродукцию. Вы мне скажите, а что Герман-то производит? Хлеб. То, что печет хлеб, это уже не фермер, это уже переработчик. Но на самом деле, ну, скажем так, надо отличать пиар от реального производства. Знаете, чем, кстати, Микки Маус отличается от обыкновенной мышки? Пиаром больше ничем. Так вот, Герман Стерлигов отличается от производителя тем, что он не производит, он пиарится. А мы реальные производители. Поэтому, как к любому чудаку, можно относиться по-разному. Можно и нравится, и не нравится, но он чудак. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в прямой эфир в рамках программы «Абонент доступен» на Радио Болтком. Сегодня на вопросы наши и наших слушателей отвечал Павел Грудинин. Спасибо большое, всего доброго. До свидания. Эфир провели Анна Смирнова, Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. До свидания.